В истории мирового бокса есть немало примеров, когда перспективные и подающие большие надежды боксеры заканчивали свою профессиональную карьеру на взлете. Бокс терял свою привлекательность и зрительский интерес, а поклонники испытывали разочарование в своем кумире. Совсем недавно одним из наиболее ярких и одаренных боксеров в полусреднем весе считался парень из Рославля – Иван Кирпа. Фанаты бокса знают его как тренера звезды мирового ринга Александра Поветкина. Но то, что этот парень в свое время был конкурентом самому Флойду Мэйвейзеру, помнят лишь единицы. Так кто он такой, этот Иван Кирпа? Почему так громко о себе заявив, он неожиданно пропал и повесил перчатки на гвоздь? Иван является тренером нашего русского витязя – боксера Александра Поветкина. На его счету 24 победы из 25 поединков и лишь одно поражение. Он был вынужден завершить свою профессиональную деятельность по причине серии роковых и непредвиденных обстоятельств. Уличная преступность и нечестная схватка на ринге повлияла на карьеру гениального бойца. Летом 2002 года Иван Кирпа проходил подготовку к бою, который организаторы хотели провести в Латинской Америке. По пути домой он встретился с нетрезвой компанией. Завязалась неравная схватка, в которой боксер показал себя более чем достойно. Но отморозков было намного больше и Ивану пришлось не сладко. Его привезли в больницу с многочисленными ушибами и травмами. Естественно, про пояс чемпиона пришлось забыть. Кирпа отошел от бокса на полгода. Подлечив травмы, Иван продолжил выступать на ринге, побеждая одного за другим. В рейтинге мирового профессионального бокса 2010 года Кирпа уступал лишь Мейвейзеру и Турку Айдыну. Скоро намечался главный поединок всей его жизни за пояс чемпиона мира по одной из версий. Незадолго до этого Иван Кирпа приехал на родину, в город Рославль в Смоленской области. И опять тот же сценарий. Ночной город, прогулка, улица. В этот раз произошел конфликт с двумя молодыми людьми, девушкой и парнем. Парочка была явно агрессивно настроена по отношению к Ивану. Тот, видите ли, не так посмотрел в их сторону. И этот инцидент, как потом рассказывал сам Кирпа, имел для него намного серьезные последствия, чем те, что были после первой уличной драки. По рассказам боксера, он попытался решить конфликтную ситуацию мирно, но молодые люди думали иначе. Началась разборка, пыл хулигана немного остыл. После того, как боксер всунул тому в печень, а затем и в челюсть. Но падая, негодяй натянул Ивану на голову куртку, после чего боксер на время потерял контроль за происходящим. Этим воспользовалась барышня, взяла разбитую бутылку и серьезно ранила Кирпу в спину. В дальнейшем наказание так никто и не понес. Та пара смогла избежать ответственности и дело было замято. Все говорило о том, что ситуация запутанная и разбираться особо никто не станет. Иван долго проходил лечение, восстановление шло медленно и трудно. Боксер так и не смог избавиться от полученных в родном городе травм. Парню уже было 32 года и он решил уйти из профессионального бокса и повесил перчатки на гвоздь. После стремительного взлета последовало обидное и больное падение с пьедестала славы. Иван некоторое время подрабатывал в охране, пока в середине 2012 года не познакомился с Александром Поветкиным. На тот момент русский Витязь являлся самым именитым российским боксером супертяжелого веса. Закончив свою карьеру как боксер-профессионал, Иван Кирпа продолжил блестяще выступать на профессиональном ринге, но уже в качестве тренера. Во млогом, благодаря своему наставнику, Александр Поветкин одержал немало побед на рингах мирового профессионального бокса.